Такие рейды проходят на курорте регулярно с прошлого года. Они уже принесли свои заметные результаты. Официально трудоустроены были тысячи сочинцев. Недобросовестные предприниматели заплатили более 10 миллионов рублей штрафов в федеральный бюджет. Но тем не менее выявляются все новые и новые нарушители. И отговорки у всех. От совещания к совещанию, как под копирку. Я работаю сама. Вот они сидят. Одна соседка, вторая соседка. За лекарство вышла за пять минут и зашла. Поверьте, на каждом совещании это слышали. Вот второй раз, третий раз. Пожалуйста, приходите, проверяйте. Я сама работаю. Кто-то из предпринимателей не скрывает, что ему на регулярной основе помогают родственники. Кто-то оправдывается испытательным сроком для работника. Но все эти случаи по трудовому законодательству являются нарушениями и наказываются рублем. Для индивидуального предпринимателя штраф 10 тысяч рублей за одного неоформленного сотрудника. А для общества с ограниченной ответственностью он может достигать 100 тысяч. Задача комиссии по неформальной занятости не только исправить точечные нарушения, но и показать пример всем работодателям города, чтобы они устранили нарушения, не дожидаясь приглашения на комиссию. У нас 43 тысячи зарегистрированных предприятий. Если даже на каждом предприятии в среднем, по два человека работают, в среднем, в среднем, это 7,5 миллиардов рублей, которые идут мимо экономики города. Понимаете? В конце апреля в городе начнутся проверки предприятий, которые уже были ранее оштрафованы трудовой инспекцией. Они покажут, насколько хорошо руководители усвоили урок. Продолжение следует...